Всероссийскую акцию «Библия. Ночь-2013» в Иванове поддержали три учреждения. Впервые к масштабному мероприятию, который традиционно проводится 19 апреля, присоединилась Центральная научная библиотека. Прямо в сквере перед зданием можно было принять участие в буккроссинге. Чтобы получить что-нибудь нужное, надо отдать что-нибудь ненужное. Таков закон буккроссинга или книговорота. Приносишь уже прочитанную книгу, выбираешь любую из представленных. С самого начала мероприятия у стола с книгами сформировалась очередь. Но было больше любопытствующих, чем тех, кто принес книгу для того, чтобы поменять ее на другую. Впервые подобная акция состоялась год назад. В «Библия. Ночь» было решено повторить это мероприятие. Выставку книг разместили в «Чудо-автомобиле» – комплекс информационного обслуживания, который колесит по городам и весям области. Мы решили эту акцию привнести в наш КИБО, в комплекс информационного обслуживания. И сейчас, когда мы договариваемся с районными выездами, мы заранее с администрациями договариваемся, говорим, что будет такая акция, будет книга обмен, и все желающие люди того населенного пункта, куда мы едем, могут принести свою книжечку и обменять на то, что мы им предлагаем. А вот эта акция пользуется спросом. Сейчас она как бы развивается, она еще в процессе развития. Я думаю, со временем вообще она будет пользоваться еще большим успехом. А в то же время в детско-юношеской библиотеке на Крутицкой «Библия. Ночь» распространилась на шесть частей света. Посетители совершали кругосветные путешествия, перемещаясь из зала в зал. Любой желающий мог заглянуть в Африку или Европу, побывать на экваторе и даже отправиться в Голливуд. Перенестись в начало 30-х годов помог театр книги «Карноватка». Фотография с Чарли Чаплином на память каждому посетителю удивительной «Библионочи». Мы делаем уже вторую «Библионочь» и решили ее немного изменить. Если в прошлом году «Библионочь» была таким ассорти, таким сборным пазлов, много разных коллективов, мастер-классов, то в данном случае, в этом году, мы решили добавить тему, добавить изюминку. И изюминка в этом году в том, что мы отправляемся к кругосветное путешествие. Именно так и называется наше мероприятие – кругосветка на Крутицкой. В Азии можно было насладиться индийскими благовониями. Всех желающих девушек и женщин украшали бинди. Здесь же состоялся мастер-класс по мехенди, то есть рисунку хной. Представители общественного движения «Сахаджи йога» говорят, что это не просто творчество. Такой рисунок имеет лечебное свойство. Мы когда рисуем, то человек находится в медитации, и мы определяем, в каком он состоянии находится, в равновесии или в каком-то дисбалансе. То есть мы определяем и стараемся человека в равновесии, привести его в гармонию. Самый загадочный уголок библиотеки на Крутицкой – Бермудский треугольник. Около него, как можно было ожидать, люди, конечно, не пропадали. Здесь посетителей ждала ворожея. Наталья Романова по секрету сообщила, что самая плохая карта из колоды спрятана, чтобы не мрачать настроение в этот чудесный вечер. Здесь различные интересные тайные вещи происходят сюда. Человек заходит и выходит с обновленным сознанием. Может быть, кому-то действительно нужно пересмотреть свою жизнь, более осознанно к ней относиться. Возможно, сюда приходят за этим, не только свою судьбу узнать. Ну, возможно, кому-то нужен взгляд со стороны на себя, а возможно, кому-то подсказка нужна в данный момент. Чтобы посмотреть все мастер-классы, выступления, выставки, у посетителей библиотеки не хватило бы и нескольких часов. Людей было столько, что яблоку негде упасть. Но общего настроения это обстоятельство не испортило. Это же здорово, когда проходят такие мероприятия, и молодежь может не просто проводить вечера дома в интернете, а общаться вот так же с днем. В прошлом году посетителями Библионочи на Крутицкой стали 3000 человек. Но на этот раз организаторы акции уверены, что Библионочь в Иванове поставит новый рекорд посещаемости. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.